21 глава Второй книги царств И сказал Давид гаванитянам, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне. 22 и сказали ему гаванитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула, ни от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал, чего же вы хотите, я сделаю для вас. 23 и сказали они царю, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не был нас в одном из пределов Израилевых, из его потомков, выдай нам семь человек, и мы повесим их перед Господом в гиве Саула, избранного Господом. 24 и сказал царь, я выдам. 25 но пощадил царь Мемфиосфея, сына Иоаннафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господнем, которая была между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Сауловым. 26 и взял царь двух сыновей Рицпы, дочери Айя, которая родила Саулу Армона и Мемфиосфея, и пять сыновей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриэлу, сыну Верзилия из Мехолы, и отдал их в руки гаванитян. 27 и они повесили их на горе пред Господом, и погибли все семь вместе, они умершвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. 28 тогда Рицпа, дочь Айя, взяла в ретище и разослала его себе на той горе, и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божьи с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. 29 и донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Айя, наложница Саула, и пошел Давид, и взял кости Саула и кости Иоаннафана, сына его у жителей Иовиса Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гелвуе. 30 и перенес он оттуда кости Саула и кости Иоаннафана, сына его, и собрали кости повешенных, и похоронили кости Саула и Иоаннафана, сына его в земле Вениаминовой, в цело, в гробе Киса, отца его, и сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того. 31 И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами, и вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. 32 Тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в триста сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида, но ему помог Авесса, сын Саруин, и поразил филистимлянина и умертвил его. 33 Тогда люди Давиды упоклялись, говоря, «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». 34 Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. 35 Тогда Совахай Хар-Хушатянин убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. 35 Было и другое сражение в Гобе. 36 Тогда убил Елханаан, сын Ягары Оргима Вифлеемского, Голиафа Гефянина, у которого древко копья было, как на вой у ткачей. 36 Было еще сражение в Гефе, и был там один человек рослый, имевший по шести пальцев на руках и на ногах, всего двадцать четыре, также из потомков Рефаимов. 37 И он поносил израильтян, но его убил Иоаннафан, сын Софая, брата Давидова. 38 Эти четыре были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его.